всем привет друзья слушайте погода у нас вообще мы сейчас ехали со славой и увидели дом модельный дом новый дом построенный и решили заехать посмотреть сейчас приехали видим что мы уже смотрели дома от этого застройщика но может быть здесь какая-то новая модель новая планировка сейчас зайдем вместе с вами посмотрим и вам заодно покажем у нас погода на этой неделе смотрите какие лужи просто льет как из ведра по ночам как из ведра а днем вот такой вот моросит с ветром короче на улицу выходить даже не хочется но мы выехали по делам и вот не смогли проехать мимо вот так этот домик выглядит с улицы открыто машина стоит так что пойдем доктор хортон видите ли диар хортон кто как называет мы в каком-то комьюнити когда-то были и смотрели домик от них нам тот дом не особо понравился планировка была интересная симпатичная но отделка была очень простая очень дешевая сейчас посмотрим что здесь они предлагают может быть этот вариант у них получше так ну пойдемте заходим слава смело без зонта звоним так ну что зашли мы значит здесь такой вход и мой зонтик вот такая небольшая прихожая есть в этом доме потолки здесь невысокие обычные стандартные там 8 чем-то то есть это невысокие считаются потолки которые мы не любим как раз но посмотрим как будет в этом доме смотреться значит прихожая здесь отделана вот такими панелями размещается с этой стороны тумбочка с картиной достаточно места достаточно широкая прихожая здесь еще какой то есть наверное типа вот кладовочка есть такая где можно вещи повесить при входе то есть ничего не нужно уже делать внешне да на стене все уже есть здесь предусмотрено это плюс многие наши зрители как раз любят когда у входа есть какая-то прихожая до дверь можно какую-то посовременнее поставить что-то придумать так принципе наличие вот этого шкафчиком уже играет плюсом сверху окошко добавлено и это визуально немножко увеличивает высоту пространство чем если просто была дверь обрубленная стены здесь разные с этой стороны белый цвет с этой стороны такой розовый пыльная роза приятный цвет ну давайте дальше значит здесь у входа идет две комнаты здесь они пока что сделаны как кабинет в этом доме вообще четыре комнаты давайте зайдем в эту сначала на полу здесь у нас ковролин стены молочного цвета в этой комнате вот эта стена тоже смотрю отделана панельками окошко некоторые отмечают наши зрители что странное решение в америке в домах окна где-то с краю почему не сделать посредине да есть такое дело но с другой стороны знаете когда окно чуть-чуть с краю здесь спокойно можно поставить кровать а если он будет посредине то уже пост по краям будет мало места и в общем есть свои нюансы свои плюсы и минусы и в такой планировке тоже такая средненькая комната небольшая небольшая гардеробная здесь тоже есть меньше чем обычная потому что дверь к дверь ведь одна такая створка обычно две створки то есть шире обычно гардеробная здесь мини это как детская может быть считается как гостевая комната по сути много места и не нужно небольшой здесь есть еще проем коридорчик то куда что дверь открывалась и заходите не сразу в комнату а вот такой пятачок есть на потолке вентилятор лампочки дополнительные света достаточно кстати не пожалели света это хорошо так потом из этого коридорчика здесь у нас идет ванная комната материалы как и в том доме здесь самые простые вот этот вот пластик на дереве до покрытие наклеена то есть это не кварц не гранит это вот самый дешевый вариант самые дешевые раковины смесители унитаз ванна здесь такая вот которая вставляется это единая конструкция то есть вот эта пластиковая часть и сама ванна бирюзового цвета здесь сделали они ванну на полу это у нас что это линолеум по моему да на ощупь как линолеум в общем такая простенькая ванна при желании конечно все это можно отделать переделать заменить за дополнительную плату конечно же они могут сделать и кварц и гранит что захотите ручек здесь пока никаких не предусмотрено шкафчик в шкафчиках так и вот тут еще одна вторая комната тоже есть небольшой такой коридорчик скажем тогда в комнате здесь тоже пока что офис но комната по размеру мне кажется такая же как то только здесь окно больше окно выходит здесь на переднюю часть дома то окно выходит на боковую часть дома а это вот на вход и уже комната светлее да вот пожалуйста практически посредине окно но большое две створки уже идут тоже отделаны панелями здесь эта стена молочный цвет на потолке освещение такой же как в той комнате и такая же гардеробная тоже небольшая вот с одной такой дверцы и ковролин в этих комнатах у входа ковролин двери здесь вот такие стеклянные не сплошные и в той и в той комнате двери одинаковые вот значит друзья переходим дальше эту часть мы с вами посмотрели и идем сюда значит здесь уже идет такой коридор туда в кухню и в living room но здесь есть небольшой пятачок там еще одна комната сейчас мы посмотрим с этой стороны стена с небольшим тоже шкафчиком таким с полочками где можно сложить вещи например что-то для комнат до полотенца те же подушки лишние постельное белье узенькие такие кладовочки конечно не не очень такой вариант как-то нравится стена так приятно смотрится до розовая с картинами вот эта дверь прям как-то портит все может дверь другую надо было не знаю ну в общем как-то так здесь у нас выход в гараж здесь у нас выход в гараж так здесь света нет но гараж на две машины друзья здесь у них разные их строительные материалы лежат лампочка там умирает гараж уже те интересно да с этой стороны выход неплохо а здесь за дверью кондиционер вот это конечно немножко минус то что кондиционер в доме находится не в гараже а в доме он шумит хоть он не особо сильно шумит но шумит и кажется в том доме то что такого было также комната была и кондиционер еще зрители писали что все рядышком прачечная да очень похож на тот дом но чуть-чуть отличается планировка значит здесь тоже комната еще одна это уже третья комната получается она тоже не хозяйская она идет у нас либо детская либо гостевая здесь уже друзья все как полагается окно посередине и 2 односпальные кровати по бокам да для такого варианта это отлично вот это окошечко да и 2 односпальные кровати но если нужно поставить двуспальную кровать то тот вариант на где окно чуть сбоку был бы лучше как раз сюда бы вошла двуспальная кровать видимо застройщик подразумевал что для этой комнаты нужно вот для мальчика девочки или две девочки не знаю тематика такая интересная люблю рассматривать декорации разные которые предлагаются модельных домах очень интересно что-то на заметку взять такая морская тема на с якорем зеркало с этой стороны тумбочка вмещается комод и тоже здесь есть небольшая гардеробная она туда вглубь уходит то есть место в ней в принципе как в обычной стандартной просто дверь а уже и дверь такая уже обычная сплошная с ручкой тоже здесь ковролин на этой на полу в этой комнате и молочные стены здесь уже не видите бирюзовые и молочные сочетания так освещение здесь только вентилятор и вот эта люстра да уже дополнительных потолке лампочек нет ну тут наверное светлая комната в принципе нормально вот значит выходим из этой комнаты здесь напоминаю кондиционер а здесь прачечная прачечная такая компактная вмещается только вот машинка сушилка тоже отделана стена этими панелями больше здесь особо ничего не вместится ну по сути можно здесь на какие-то полочки или ящичек тоже организовать вместо картины тоже можем что-то повесить для хранения для этих моющих средств до чтобы это все спрятать они не стояли на виду вот по всему дому идет вот такой вот линолеум только в комнатах получается ковролин так идем дальше заходим в основную часть дома это кухня и гостиная кухня очень такая тоже малышка маленькая на мой взгляд кухня шкафчиков прям так мало ну просто так она размещена уютно в уголочек раз так заходите и вот она слева находится такой остров где можно поместить сколько стульев я думаю 4 стула легко здесь станут свободно декорации здесь смотрите хлеб такой муляж классно сделали столешница тоже обычная дешевая вот эта пленка наклеена но не пленка материал до специальной кофейная зона нужно сделать организовать здесь без ручек ящики ручки уже будем выбирать когда строится дом но не мы а в принципе да так здесь такой холодильник у нас смещается и с этой стороны у нас несколько шкафчиков плита электрическая духовка и микроволновка так а что же у нас вытяжка обычная то есть на улицу ничего не вытягивается здесь ну было бы странно я думаю это очень бюджетный дом здесь особо без новоротов так удвижные тут ящички и с этой стороны тоже несколько шкафчиков есть но по сути только вот эти можно так полноценно пользоваться вот эти под раковиной здесь больше хозяйственная посудомойка самая простая раковина двойная но есть измельчитель отходов так и есть небольшая кухонная кладовка в углу как я люблю люблю когда вы так вот скошено и кладовка идет туда внутрь сразу там больше места получается так свет тут есть такая компактная но вместительная много места за счет того что видите как бы угол туда уходит то место получается больше так закрываем но нравится мне такой вариант когда на кухне вот так в углу по интере идет и здесь у нас уже гостиная гостиная довольно таки уютная много света за счет того что окна и слайд до выход на задний двор и окно большое и здесь еще окно поэтому света достаточно в этом доме хотя вот эти низкие потолки прям давят немножко да да все таки 99 с чем-то намного приятнее ощущается но это дело привычки друзья давайте будем смотреть дальше значит здесь у нас где кухня еще вот такая стена который тоже можно декорировать каким-то образом вот здесь предложено модельные дома поинтереснее смотреть да вот если мы зашли сейчас в этот дом без мебели нам бы показался погребом тоже низкие потолки все такое было бы никакое а когда мебель расставлена создается уют и уже приятнее смотреть так смотрите здесь значит получается где кухня вот идет линолеум по всему дому от всего от входа и заканчивается дальше уже в гостиной начинается ковролин ну не знаю насколько это удобно кому-то может быть будет удобно мы не очень любители большие ковролина так гостиная эти не маленькая не каждый не создает впечатление что вот мало места достаточно очень уютно здесь во всяком случае себя ощущаешь лавочка интерьер такой приятный да сделали оформили дизайнеры постарались такую вазу красивую ракушку поставили покажу некоторые нюансы хотя мебель не входит стоимость дома это просто образец как можно обустроить дом как он будет смотреться с мебелью диванчик такая мебель разносортная до плетеное кресло диван тканевый такой столик необычный мне нравится очень симпатичный с декорациями довольно таки большая тумбочка от телевизор столик слава там изучают документы и сразу за за зоной отдыха за диваном да идет обеденная зона но больше для гостей да потому что семья в принципе может и там пообедать вот за стульями до барными а за большим столом уже с гостями либо если большая семья очень большой стол сюда вмещается я думаю насколько здесь человек слав 368 на 8 до как минимум на 8 это вот просто есть такие крупные стулья ставить если чуть помельче то можно меньше людей но больше людей себя вместить сзади тут еще смотрите какую красоту сделали ну как бы имеется ввиду да что место есть еще для каких-то декораций или для какого-то буфета что вы решите здесь делать стена тоже отделана панельками здесь прям морская тема по полной программе и вот эти вот деревья вино нужно сюда залить зеркало создает тоже увеличивает пространство за счет отражения и на этой стороне тоже они поставили лавочку . здесь тоже можно что-то организовать ну такая милая уютная кухня перетекающая в гостиную очень уютно да слав как-то вот может быть цвета здесь такие подобранные может быть обстановку так сделали не знаю несмотря на то что дешевые материалы маленькая кухня да вот на первый взгляд потолки низкие но все равно смотришь и как-то уютно приятное впечатление стены такого кофейного цвета какао да наверное больше цвет какао тоже приятно выглядит здесь у нас есть задний двор но он как бы есть и нет да вот пятачок обычный наверху нет никакого никакой крыши то здесь только сетку делать и самим какой-то навес обычно да мы смотрим нам нравится в домах когда выходишь и хотя бы какая-то часть есть под навесом под таким плотным хорошим навесом продолжение дома здесь нет здесь вот они предлагают только такой только такого размера забетонированный участок ну вот это модельный дом поэтому он стоит у дороги потом если что можно сделать забор и уже здесь организовать пока что это видите как представительный центр такой у них афиша вот это стоит вывеска флаги чтобы было как и мы сейчас ехали мимо и увидели этот дом решили заехать ну что идем дальше идем мастер-бедром осталась у нас одна комната самая основная это хозяйская спальня тоже везде одессе ковролин спальня очень светлая тоже два окна отделана тоже по этими панельками такими здесь тоже всего лишь один светильник с вентилятором и все кстати в тех маленьких комнатах да по потолку были еще лампочки а здесь мастер-бедром намного больше комната но всего лишь один светильник предлагается но очень такая неплохая просторная огромная кровать мне кажется это калифорния кинг-сайз ты еще больше чем king прям гигантская кровать на самом деле еще смотрите вокруг нее сколько места тумбочка широкая там еще достаточно места с этой стороны тоже минус наверное что вот здесь стоит кондиционер вот эта внешняя часть он тоже шумит иногда гудит как-то странно не его поставили прям возле мастер-бедром хоть бы уже сзади тогда как-то поставили ну ладно как есть уже ну и с этой стороны здесь представлена тумбочка с зеркалом достаточно места сюда даже кресло какой-то мини может войти камин можно сделать телевизор уже кто в чем нуждается кому не нужен телевизор в комнате конечно вот этот вариант наверное идеальный был бы видите как прикольно здесь сделаны цветы как будто мог ну то искусственные выглядит красиво ну пойдемте теперь зайдем в ванную комнату хозяйскую от мастер-бедром ванная комната как тоже такая прям комната большая такая душевая необычная смотрите значит с этой стороны у нас идет две раковины сплошное зеркало светильнички небольшие есть но тоже все очень простое как и и в той ванной все то же самое самые такие простенькие материалы используются душевая необычная хотя видно что она тоже такая недорогая хочу у нас тут свет видно что недорогая но необычно ведь так сделаны интересно не как везде но она и больше ведь она и размер большой хорошо выглядит кстати шторку конечно сюда может быть другую и было лучше если вообще какую-нибудь или дверь до стеклянную было бы побогаче смотрелось бы немножко так здесь у нас идет кладовочка чё света нет в кладовке света нет в кладовке но такая знаете в которой можно войти то есть сюда можно сложить там полотенца какие-то ванны и принадлежности что-то можно и повесить если хочется и на белевая корзина но очень такая глубокая кладовка это плюс это плюс сюда идет гардеробная которую тоже можно войти она сразу для мужа и жены нету второй нету зон разных да как бывает если одна гардеробная то хотя бы зонами как-то распределено нет здесь вот одна общая гардеробная но просторная простор на в принципе можно разместиться можно и внизу организовать ящики для обуви и вот эти полки убрать сделать но более такие современные уже органайзеры поставить так и с этой стороны у нас идет так что тут света тоже нет друзья здесь у нас унитаз туалет с дверью с дверью он такой небольшой обычный стандартный здесь конечно зачем-то они сделали в туалете вешалку для полотенца зачем непонятно кто вот кто-то моется да и потом бежать сюда за полотенцами это прикол я бы это все убрала здесь бы лучше какой-то шкафчик повесила чтобы можно было туалетные разные принадлежности там хранить а эту вешалку уже не знаю даже выходим тут даже за дверью можно сделать если что но как-то там она не к селу не городу ну в общем как есть значит вот такая ванная комната из хозяйской спальни выходим выходим в уютный living room слав расскажи что-то тут изучал что тут интересного ты нашел цены покажем цены дать сразу это список доступных домов в полном кости это один и тот же план практически этот дом калий а вода вот это его размер до 1862 скверфита четыре комнаты две ванных и машины на два гаража это у них построены уже эти дома дома готовы да есть адреса это цену ну практически одинаковые до в районе 340 тысяч он стоит этот дом минимум сколько получается наверное вот 334 до а так 340 тысяч это уже землей потому что есть адреса то есть это дома уже стоят на участках поэтому цена уже вместе с участком она сказала что если брать финансирование у них то ставка будет 499 сейчас по рынку это 760 они предлагают 499 но у них вот эти дома все построены наверно вот в такой комплектации да как этот то есть самыми дешевыми материалами я думаю да учитывая что цены одинаковые то здесь уже ничего нельзя изменить только если самостоятельно потом уже когда купил уже это что-то меняешь есть еще у них другие дома поменьше вот 1500 скверфит 1600 1700 и цены самые дешевые 306 тысяч у них тоже четыре комнаты кстати две ванных гараж на две машины но он будет готов только в январе двадцать четвертого года по другой и секции это ну хорошая секция да это другой дом уже он и меньше по размеру но и цена у него на 40000 практически меньше так ну что посмотрели мы этот дом слав расскажи впечатления свои есть вопросы к дому есть учитывая что это принципе бюджетный дом естественно вопросы к нему будут будут ты уже отметила что например кондиционер хозяйской спальни он шумный некомфортно есть вопросы по самому плану проекта например туалет да есть что очень неудобно сделано хозяйской спальни ты имеешь ну такие мелочи да ну и самый дешевый материал это конечно же можно заменить потом самому но тем не менее когда ты купаешь дом и отдаешь такие деньги хочется чтобы у тебя все было за 340 можно с более лучшими даже мой прошлый дом смотрели до 100 339 он был по размеру на 100 square fit всего лишь меньше но там материалы получше использовались там и кварц был да и потолки были выше поэтому а здесь до который не стоит подумать но благодаря таким просмотром мы для себя выбираем лучше да это большой будет у нас да мы ходим же в разные дома смотрим сравниваем бывает в одной ценовой категории абсолютно разные дома и конечно же если за столько же можно взять намного лучше дом то он будет приоритете этот дом но вот очередной раз нам до показал что этого застройщика дома ну так на какой сколько мы дадим по десятибалльной шкале если тому мы дали семерочку ты дал семь я дала шесть этому я на пятерку дала бы максимум причем пятерку сколько ты дал лайк что он всегда набал больше меня дает я дала бы пятерочку но если сравнивать с теми которые мы смотрели в этой ценовой категории так мы все выходим на друзья дождик вроде чуть-чуть успокоился хочу снять переднюю часть дома уже показать как выглядит отделана небольшая такая тропиночка есть хотя бы небольшую крыльцу но есть то что некоторые дома приходишь там вот просто вот так вот ровная стена и сразу дверь а когда вот есть такой коридорчик да небольшой это плюс участок здесь самый обычный городской участок действий скверфит соседи ну как бы рядом не прям за окном принципе стандартно в комьюнити как я уже говорила часто бывает что соседи прямо через метр уже а здесь нет отделка дома вот такая так очень компактненько смотрится с передней части тоже так гараж с этой стороны у нас такие две пальмы большие стоят вот чуть-чуть вот здесь посажено ведь они уже здесь высадили кусты то есть хотел бы даже что-то здесь сделать уже не сделаешь и конечно кусты так высадили эти линия ушла могли позже тогда чуть отступ сделать и как-то ровненькой линии посадить ну короче как сделали друзья как сделали район этот неплохой в принципе в котором этот дом стоит это бисекция у нас в городе секции вот распределяется по буквам то есть бит здесь все улицы на букву бит мы живем с секция у нас все улицы на букву ф вот этот участок еще не застроены смотрите там у кого-то хорошо так на заднем дворе качельки на дереве висят так ну все друзья вот так у нас неожиданно получилось посмотреть дом ехали как я уже говорила мимо заехали еще раз убедились все изучили просмотрели вам показали на этом сегодняшнее видео мы закончим спасибо всем кто его посмотрел спасибо всем кто посмотрел до конца и кстати мы сейчас ехали там были еще модельные дома мы видели очень даже неплохо выглядит и мы даже таких застройщиков не слышали мы планируем ближайшие дни тоже туда поехать посмотреть обязательно тоже берем вас с собой поснимаем и для вас тоже эти дома один прям его проезжали нам внешне очень понравился посмотрим что там внутри но это уже тема для следующих видео все друзья как всегда всем желаем всего самого хорошего и доброго берегите себя увидимся теперь с вами в следующих видео всем пока